Скоро Новый год, и наверное ты бы хотел его начать с нового микрофона. Да, и в этом обзоре будет розыгрыш этих двух моделей. Поэтому досмотри видос до конца, чтобы не упустить этой важной нотки. Поехали! Сегодня мы пишем обзор на старшие модели микрофонов HyperX. Это Quadcast и Quadcast S. На данный момент у компании HyperX имеется три модели микрофонов. Quadcast, Quadcast S и SoloCast, на которые мы делали обзор в предыдущем видео. Выпуск вы можете посмотреть вот здесь. По комплектации тут все просто. Микрофоны, брошюрки, USB кабеля и пенопласт для удобной упаковки микрофона. Поговорим немного о характеристиках. И вправду немного. Оба микрофона конденсаторные. У них одинаковые технические характеристики. Они почти что одинаковые по внешнему виду, не считая RGB подсветки. Также остался паук. Разве что у старшей модели резинки теперь белого цвета. Для тех, кто не знает, что такое паук, я сейчас объясню. Как мы видим, сам корпус микрофона крепится к подставке резинками. Получается, что микрофон закреплен подвижно. Так вот, функция паука – гасить вибрацию. То есть, резинки, на которых он держится, не будут передавать вибрации от вашего стола на микрофон. Дополнительно к этому, у обоих микрофонов есть ножки на дне основания микрофона. Подставка у микрофонов металлическая. Довольно тяжелая, что позволяет микрофонам стоять четко на месте. Также есть регулировка наклона микрофона, которая работает так. Теперь перейдем к самим микрофонам. Сразу бросается в глаза красный встроенный поп-фильтр у младшей модели. А у старшей можно регулировать RGB-подсветку. Сам корпус выполнен из металла с вставками из софт-тач пластика на верхушке корпуса и на дне. Сделано это не просто так. Сверху на микрофонах есть сенсорная кнопка, отключающая звук в микрофоне. Как только нажали на кнопку выключения микрофона, выключается подсветка. Сразу понятно, что звук выключен. Нижняя пластиковая вставка является регулятором чувствительности микрофона, то есть громкостью. У микрофонов на задней части расположен переключатель режимов работы. Сейчас расскажу немного о них. Стерео. При включении этого режима микрофон записывает звук слева и справа. Все направленные. Это когда микрофон записывает все, что его окружает. Кардиоидный. Когда микрофон записывает все, что перед ним. И двунаправленный режим. Когда микро записывает все, что находится перед ним и сзади него. Ниже находится разъем для наушников. А также разъем мини-USB у QuadCast и USB Type-C у QuadCast S. Соответственно, кабель у обоих микрофонов в тканевой оплетке. Довольно толстый. Фактическое отличие у QuadCast и QuadCast S это внешний вид. А именно, RGB-подсветка у старшей модели и подключение по USB Type-C. Поэтому, если вы готовы переплатить за внешний вид, то стоит присмотреться к модели QuadCast S. В остальных же случаях добро пожаловать к предыдущей модели. К слову, стоимость микрофонов HyperX в магазине APGUS на ваших экранах. Теперь про качество записи. Проведем тест с двумя микрофонами и на разных расстояниях. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Дайгер и магазин APGUS. Запись проводится на ближней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Дайгер и магазин APGUS. Запись проводится на дальней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Дайгер. И это магазин АПГУС Запись проводится на ближней дистанции Раз, два, три, четыре, пять Всем привет С вами Дайгер и магазин АПГУС Запись проводится на дальней дистанции Розыгрыш Мы также удваиваем шансы выигрыша То есть два микрофона, два победителя Подписаться на наш канал в ютубе Прожать колокольчик и оставить любой комментарий В инстаграме под этим видео отметить трех друзей Микрофоны вы можете приобрести у нас в магазине АПГУС Накануне Новый год Я думаю каждый из ваших знакомых либо близких Хотел бы получить такой подарок Ну а я с вами прощаюсь Всем спасибо за просмотр данного обзора Обязательно оставляйте комментарии Нам очень важно ваше мнение Всех с наступающим Новым годом Всем пока-пока